Итро. Мы пользуемся еврейскими. Почему искажены в русской Библии имена? Потому что они не выговаривали. Совершенно верно. Некоторые из букв, звуков, не выговаривали греки. Поэтому получилось такое искажение. Итак, услышал Итро. Ваишма. Манишма. Что слышно? А Итро услышал. Понимаете, это такое было происшествие, когда евреи перешли. И умер фараон. И лучшие его колесницы. Правда? Что все услышали про это. И услышал Итро. Так. Кто он был? Коген Медьяна. Коген Медьяна. Коген. Коген у вас там, где жрец медьянитянский. Но он не был жрецом. Здесь повторяем слово Коген. То есть, то же слово, как для священников Бога живого. То есть, я думаю, что он был священник Господа нашего. Только мы помним, что говорим. Были люди, которым открывался Бог. Но страны, как в целом, они не принимали его. И были люди, которые исповедовали Бога. Одни более чисто, другие менее чисто. И Бильям. Кто он был? Пророком. Чей? Божий пророк. И мы видим, действительно, что он открывался ему Бог. Но благодаря его таким чертам характера, не очень хорошими, получилось, что это уже пророк. Хотя он пророчествовал что? Истинно. А затем что? Показал. Он свои деньги отработал. Он сначала благословил Израиль. А потом показал, как вывезти Израиль из благословения. Очень так хитро сделал. Итак, здесь в переводе Гиля правитель медиана. Но, в действительности, Каген медиан. Хатан Маше. Хатан Маше. Тесть Маше. Значит, Эль Коль Ашер. Аса Элогим. Все, что сделал Бог. Аса Элогим. Ле Маше Моисея у Ле Израэль. Так. Ама ки отцы Аданай от Исраэль ми Митсраэм. Значит, народа. Да? Народа какого? Отцы. Значит, вывел народа своего, который вывел Бог из... Бог Израэля. Бог Аданай от Исраэль ми Митсраэм. Из Митсраэма. Из Египта. Ва иках Итро. Хатан Маше. Эт Ципора. Эшет Маше. Ахар. Шилухэ. Значит, ва иках Итро. Хатан Маше. Здесь не получается, что он был зять Моисея. Он был тесть Моисея. Сказать, что Моисей его был зятем. Здесь такое вот треплено. Ва итро. Хатан. Это что у нас? Жених, да? Хатан. Жених. Или тесть. В данном случае, тесть, но жених его был Моисей. Значит, взял Итро. Кого? Ципору. Как звали жену Моисея? Птичка, да? Птичка. Птичка. Вот я мою жену тоже люблю называть так. Ципора. Ципора. Тем более, что она у меня играет и поет как птичка певчая. Знаете, помните, такой был фильм когда-то. Птичка певчая, да? Грецкая. Неплохой, кстати, фильм. Ципора – жена Моше, жившая с ним после того, как она была отослана. Интересно, что отослать означает развестись еще синонимом. Когда шел Моисей в Египет, жена была его с ним. И дети были с ним, правда? Раз она сыну сделала обрезание. А потом она куда-то исчезла. Есть много комментариев об этом. Но, может быть, возник какой-то конфликт. Может быть, просто не захотел Моисей брать ее в Египет, чтобы потом выводить обратно. Так тоже некоторые евреи говорят. И здесь посвящена главная идея. Это как организовать. Раб Крин. Была такая работа у Ленина. Как организовать, да? Что? Общину Божью. Потому что Моисей вначале пытался делать все сам. Есть такие пастора, которые тоже сами пытаются все сделать. И Итро дал ему очень хороший совет. И услышал Итро, правитель Медяна, тесть Моше, обо всем, что сделал всесильный для Моше для Израиля, народа своего, ибо вывел Бог Израиль из Египта. Восемнадцатая глава, десятый стих. Когда пришел Итро, что он сказал? Благословен Бог, который избавил вас от руки египтян и от руки фараона, который избавил этот народ от власти Египта. Это первое благословение, которое получил Израиль, выйдя из Египта. И это благословение кем было? Не евреям. Более того, удивительно. Мы знаем, что все еврейские благословения, они начинаются словами, да? Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, который сделал то-то, то-то. И оказывается, что мы в Торе встречаем впервые вот эту формулировку. Бару Гошем, да? Бару Гошем. Благословен Господь. Здесь употреблено явы, но которое непроизносимо имя, позже потом говорят. Бару Гошем или Бару Хата Адонай, да? Благословен ты, Господь. И оказывается, все еврейские формулировки благословения кем были придуманы? Не евреям. Не евреям. Удивительно, да? В отдохновении. Да, в отдохновении Божьем. Совершенно верно. Ну, естественно, в честь, если Моисея был дал торжественным ужин. И на следующий день, день уже рабочий. И, как обычно, Моисей сел судить народ. И было на завтра. Сел Моше судить народ. И простоял народ около Моше с утра до вечера. Прям такой пастырский прием был. Бывают такие приемы пастырские, на которые записываться не хочется? Знаешь, что пока до тебя очередь дойдет, так уже и пастыру не хочется, и тебе не хочется. Ты не можешь, и пастыр не хочет уже. Революционная ситуация возникает. Правда? Так же бывает. И увидел тесть Моше все, что делает народу, и сказал, что это такое? Ты что делаешь? Ты что делаешь, Миша? Почему ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? И сказал Моше тестью своему. Вот вы когда представляете, старайтесь бороться с духом религиозности. А то вы так вот считаете Тор, как будто это что-то высокое, выиспределенное. Но это описание жизни обычных людей. В обычных ситуациях. Единственное, что необычное, что через них действует Бог. Правда? И так сказал Моше тестью своему. Потому что приходит народ ко мне вопрошать всесильного. А когда бывает у них дело, доходит оно до меня, а я сужу между одним человеком и другим, объявляя закону всесильного и указание его. И что он тогда говорит? Нехорошо ты, говорит, делаешь это. Нехорошо ты делаешь. Ты измучишь себя и весь этот народ, который с тобой. Тяжелое для тебя это дело, и ты один не можешь исправить его. Или исправлять дело, или исправлять народ. Там не совсем понятно, кого исправлять. И таким образом будет тебе легче, если они поднесут с тобой время. Поэтому главной идеей можно этой главы отзаглавить. Совет постороннего, учись работать в команде. Всегда легче работать в команде, да? И тогда появилась впервые в Израиле бюрократия. Чем больше бюрократов, тем легче царю и тяжелее народу. Знаете это? Вот когда посчитали, сколько количества всех этих десятников, сотников, тысячников, да? Сколько, знаете, оказалось? На 600 тысяч человек начальников было 78 600 человек. Это только у евреев. На число населения столько бывает начальников. Хорошо. И они разбирали все дела, делились на две части. Довар-гадоль. Это какие? Серьезные и важные дела, которые должен был разбирать Маше. И высшие люди, которые было 70 человек. И это таким образом Маше, Аарон, два человека и 70 человек. И это традиционно стало, как называться? Сангедрин, да? Сангедрин или Синедрион. Но вот самое интересное. Почему же этих десятитысячников оказалось 70, если мы говорим, что примерно 600 тысяч, ну там еще с небольшим, было евреев, да? Если десятников, сколько было бы тогда десятитысячников, то есть? 60, да? Откуда 10 взялось? Да, это были Гаим, да? Они не были уже язычниками в таком прямом смысле слова. Вот, ну и не приняли полностью иудаизм, да? Они как Герташа, Гертсадек, жили вместе с Израилем, имели общие законы. Скажите, и всем язычникам тоже благословение Божие изливалось? Или только евреи получали ман, а язычники нет? Только у евреев одежда не стиралась, поэтому они вторую одежду продавали язычникам. Видите, и язычники, и евреи, если они находились в Царстве Божьем, это прообраз эти мессианские еврейские общины, где евреи и неевреи. Правда, сейчас у нас наоборот, получается, ну тоже по описанию, 10 неевреев берутся за одного еврея. Это вот описание мессианской еврейской общины, чтобы вы знали. Так, знали, что все песок, когда проходили, были не обрезаны? Они вообще были в пустыне не обрезаны, некоторые, да? Некоторые вышли обрезанными из Египта, но они умерли. Потом пришлось обрезать весь народ. Ну, в пустыне они были не обрезаны. И песок праздновали, да? Значит, то, что Тора говорит впоследствии, что не обрезаны, не имея права, есть песок, есть прецедент, когда это было? Мы будем, может быть, рассуждать об этом, когда дойдем, да, вы напомните мне. Хорошо, итак, были, значит, дела, которые, мелкие дела, да? Мелкие дела, которые рассматривали обычные, да? Были давар, гадоль, большие дела, которые рассматривали вот эти 70 человек, синедрион. И еще были в еврейском оригинале трудные, у нас написано трудные и запутанные дела. В еврейском оригинале утверждено давар, га-каше. Какие? Тяжелые. Итак, все дела. И когда мы делаем, это нам нужно что делать? Расставить правильно приоритеты. Есть у нас дела легкие или малозначительные, да? Давар-каль, давар-гадоль, большие дела, и давар-каше, трудные дела. И в зависимости от того, какие это дела, на какую сумму, или, например, дело идет, касается только убийства, или нанесения какого-либо ущерба, а, естественно, убийство, колдовство, это были более серьезные дела, или были такие дела, которые вообще никто не мог сказать. Помните, не осталось наследников в одном роду мужского пола. Что нужно было делать? И даже Моисей сразу не дал ответ. Он сказал, я подумаю, и это тоже нас учит определенные вещи, посоветуюсь с Богом, и на следующий день он уже дал им ответ. Хорошо. И подобная ситуация в Деяниях, 6 глава, 1 по 7 стих. Помните? Умножились ученики, пришел у единистов ропот. Вот, на евреев, но это не евреи на евреев, и те, и те евреи были, просто евреи, находившиеся в разной культуре, вы помните. Это были крутые евреи, а там были так себе евреи, тоже евреи. Они одевались как неевреи, носили нееврейские имена, да, единственное, может быть, чем они отличались от неевреев, то, что по субботу ходили в синагогу. И все, это было единственное внешнее отличие. Поэтому такие крутые евреи, конечно, ими пренебрегали. И тогда пришлось для раздачи гуманитарной помощи выбрать 7 человек определенного характера, да. Если мы видим Филипп, Прохор, Никанон, Тимон, Пармен, то это все евреи. То, вот написано, Николай из Антиохии был обращенный в иудаизм, один-единственный. И то, если он был обращенный в иудаизм, то он какой был? Тоже еврей, если обращенный в иудаизм. Вот тоже. Фактически он был еврей, только он совершил гиюр. И разницы между астаноксальными евреями и совершившими гиюр не должно было быть, потому что даже нельзя было упоминать такому человеку, что он когда-то был неевреем. Хорошо, видите. Итак, есть определенные люди, которым нужно поручать определенные вещи. Какой же принцип? Каждый должен отвечать за одно дело и делать то, что у него лучше всего получается. Согласны с этим? Есть человек евангелист, так он и должен евангелизировать. Если у человека какой-то дар раздавания, так что он должен раздавать? Если у него дар отбирания, он должен отбирать. Еще есть дар критики, которым все владеют в большей или меньшей степени. И просить об этом даре не надо. Он так дается даром нам. При рождении, когда язык у нас... Знаете, вы уже научили Мишу говорить? Да, уже научили. Теперь учим его молчать. Рано? То есть у каждого у нас есть дары. Нет людей, у которых не было бы даров. Вы понимаете? Дальше. Кого надо было ставить? Изведанных, то есть проверенных и признанных верными. То есть мы знаем, что на служение нельзя ставить каких людей? Новообращенных, чтобы он не возгордился. Правда? Нельзя ставить тех людей, которые не пользуются доверием и так далее. Итак, изведанных, то есть проверенных. Исполненных Святого Духа. Это мы сейчас говорим о параллелях Нового Завета. В Новом Завете говорится о правильных критериях. Такие слушатели. Исполненные Святого Духа, потому что без Святого Духа мы не можем делать ничего хорошего. Мудрости, мудрости, хохма. И мудрый человек поступает правильно в различных обстоятельствах. Опять-таки, он имеет опыт, который позволяет ему предвидеть результаты своих поступков. Не на один шаг, а на всю шахматную партию до конца. И еще Стефан особо был охарактеризован, как исполненный верой. Но это не значит, что другие не были в вере. Правда? Но у Стефана, видимо, больше проявлялся дар, именно как дар веры. И он, как мы знаем, стал первым мучеником за веру. Или другие места. Титу, 1 глава, 4, 9 стих. Можем посмотреть. Я сейчас не буду. Произоседать Тимофею, 3 глава, 1, 7 стих. Опять-таки, не порочен. Здесь говорится не о сексуальном аспекте. И не о том, что принимают католики целибат, то есть безбрачие. А целостность. Целостность снеуд. Целостность снеуд – это такого же корня, как цена. 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 Если человек целостен, да, полноценный, он имеет цену. То, что разрушено, оно что? Не имеет цены. Поэтому, если человек имеет целостность, да, он, значит, не порочен. Не имеет ни порочащихся мыслей, ни порочащих речей, ни порочащих связей. Как Группельфюрер Штирлиц. Прочейся связи не было, да? Хорошо. Да, истинно верится. Муж одной жены. Когда говорится требование муж одной жены, мое личное мнение, опять-таки. Некоторые говорят, что если у него случилось так, что жена умерла, он там не должен жениться. Или если он был разведенный до того, ну, вообще-то, верующий не должен разводиться, да, но все бывает. Он жениться не может. Но дело в том, что в те времена у евреев сколько было жен? Много, да? И мы знаем, что те из наших праотцов, которые имели несколько жен, они имели намного больше проблем. Чем больше жен, тем больше проблем было. Ну, четыре жены было у Якова, да? Помните, две жены у Авраама, значит, у Якова было проблем больше, чем у Авраама. Давида было 11 жен, там еще больше проблем было. У Соломона я уже не буду говорить, да, сколько проблем было. Поэтому здесь имеется в виду муж одной жены. Это не значит, что он должен, если он мусульманин, например, он разводиться должен со всеми женами, да? Верующий принимает Христа. Как вы думаете, он должен разместиться со всеми женами? Нет, это значит, что он не должен брать еще жен. Но так как этот человек не находится в семье в состоянии завета, предусмотренного Ишуа, то он что? Не должен быть лидером. Не должен быть лидером. Вот такие многоженцы могли быть рядовыми членами церкви, но не могли быть лидерами. Для нас это важно. Почему? Потому что многие люди Ислама принимают Ишуа. И вопрос, что делать с лишними женами? Детей имеет верных, и не каждый пастор может с этим похвастаться. Правда? А также неукоряемых в распутстве и непокорности. И часто мы тоже были бунтарями против родителей. Если у вас дети бунтары, то значит, вы не можете свою семью обеспечить. Прежде всего, да, таково обеспечить? Свою семью. И не только деньгами, да, но и отцовским своим, да, отцовским своим роликом в семье. Хорошо управляющий домом своим, дирчей, содержащих послушание, со всякой честностью, потому что кто не умеет управлять собственным домом, тот как может заботиться, пищисть, в русской Библии, не знаю, пищисть, как-то не звучит, заботиться, да, а церковь Божия, Божий домостроитель, который строит, и прежде всего он должен построить свой дом. Не дерзок. Что означает дерзок? Из словаря синонима. Дерзкий, дерзостный, развязный, бесстыдный, бесстыжий, беззастенчивый, бесцеремонный, вызывающий, грубый, задирающийся, наглый, нахальный, грубиян, озорник, медный лоб, бесстыжий, глаза. Это все синонимы. Да? Помните, хорошая она среди, да? Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб, поцелуй под хвост моего и шагает. Значит, не должен таким быть лидер. Но я хожу на цитирование, не себя же я. Прочтите? Это, по-моему, написал какой-то даже русский автор, да? Сказание хаджи на середине. Хорошо, не гневлив. Вы сами понимаете, что гнев ничего хорошего не дает. Вот по этой причине я пастором быть не могу. Я часто прихожу в гнев. Не пьяница, понятно, трезвый, то есть не имеет зависимости от алкоголя, от наркотиков, не сварлив. Вот по этой причине очень трудно женщине быть пастором. Может быть, и есть женщины пасторы. Но я таких не видел, сказал Соломон. Открыли. И сварливые мужчины тоже не могут быть пасторами. Миролюбив, то есть стремящийся к миру, да? Недрослив, написано небийца. Некоростолюбив, то есть не должен любить деньги, а также власть и лесть. Несеребролюбив. Видите, кассов, деньги – одно слово. И лидер не должен любить деньги. Но странно любив. Странной любовью должен любить людей. Да? Странно любив, значит, что гостеприимен по-нашему. Любящий добро, целомудрен. Опять-таки, здесь не только сексуальный аспект, но и целостность. Справедлив, благочестив. А благочестив какой? Синоним слова «благочестив»? Ну, цадик. Цадик, правильно? Праведник, благочестивец. «Здака» и есть благочестие, если перевести на иврит. Потому что чистое и непорочное благочестие, то есть «здака» перед Богом, в том есть, чтобы презирать. Это не значит презирать, а призирать. У нас это слово сейчас не употребляется. Оказывать внимание и помогать. Воздержан, да? Должен уметь наставлять здравом учении и противничество влечать. Учить должен уметь. Не должен быть из новообращенных и должен иметь доброе свидетельство от внешних. То есть, пользоваться авторитетом не только среди членов церкви, но и среди людей этого мира. Хорошо. Это я даю общую сводку лидерам Нового Завета. Хорошо. Это основание Тимофея, и Первое Тимофея, и Тита, и Деяния апостола. Хорошо. Лидеры должны служить Богу, да? И они должны быть в единстве. Деяние 13 глава. Видно, что они молились в единстве. И там среди них был нигер. Наверное. Ну, так и написано. Ну, не знаю. Американцы это афроафриканцы, да? Ну, в общем, афроеврей был. Афроеврей был, да. Такой. Да, эфиопский видел, скорее всего. Да. И говорят, что это был тот самый Симон Кериняйн, потому что Кериняйн находится тоже в районе. Потому что Нигер, Луций Кериняйн, Малаил и так далее. Да. И Савл тоже. Дух Святой сам показывал людей, которых нужно было брать на служение. То есть критерии. Первый раз они попытались сделать, типа, лотерею. Да? Да. Но потом оказалось, что это все-таки не совсем правильно. И оказывается, что нужно было вопрошать Духа Святого. И Дух Святой сам показывал этих людей. Они не делали то, что голосовали. Давайте большинством. Кто за Савла? 20 человек. Кто за Варнаву? 30 человек. Да? Не было такого. Затем лидеры молились, благословляли, налагали руки. И помните, мы говорили, наложение рук называется смеха. Смеха. Это посредством наложения рук Дух Божий. Передавался. И дары тоже передавались. Но не потому, что они налагали руки и делали какую-то традиционную вещь. Правда? Потому, что Дух Божий действовал так, как они ему помогали. Вот помните, синергия. Делает Бог, Бог служит нам, мы служим что? Богу, да? Еще голова, а мы что? Тело, да? Ну, не может тело без головы и не может быть голова без тела. Хотя в одной русской сказке такая голова указывается. Тоже с еврейским каким-то. И теперь относительно Итро. Итро, у него было много имен. В традиции еврейской у него было 10 имен. СР, СР это не член партии СР было, а слово 10, потому что он был десятый ребенок в семье. Реуэлем он назван исход 2.18. Етер или Итро в этих главах, которые мы изучаем, 18-19 главы. Ховав в числах 10 глава 29, 29 стих. А также Хевер, Кейнени или Кини. И Путиэль. Путиэль означает Божий Путин. Путиэль. Етер означает добавил сверх того. Етер, помните? Итро, это означает добавляющий сверх того. И Итро, он похлонялся только Гошему. И мы видим, что Бог заключил завет с потомками Якова, как с народом. И ни с одним другим народом не был заключен завет. Но в этот завет могут входить другие люди? Правильно. Они могут. Но они не являются народом завета, да? То есть все евреи, которые рождаются, они рождаются в завете. Если они соблюдают этот завет, они получают благословение. Если не соблюдают, может быть, благословение по милости, но чаще всего проклятие. Но может в этот завет вести любой человек? Да. А некоторые говорят, что вот Бог с евреями завет разорвал и заключил завет с русскими, например. Ну, почему? Некоторые православные такое говорят. А украинская вот такая церковь, УПЦ украинского патриархата говорит, что только с украинцами заключил Бог завет, да? Значит, запомните, никогда ни с одним народом Бог завет не заключал, не заключит, да? Только с еврейским народом. Но с людьми, входящими в этот завет, опять-таки, по милости, пожалуйста, все открыто и можете идти, да? Путер, кстати, означает, что он отказался от колдовства. Вот отсюда, может быть, блудница, да? Известно, путана. Когда путана, говорю, о блуде выражение, то говорится не только о физическом блуде, да? Ну и что? О духовном блуде. То есть слово путана, оно тоже имеет еврейский корень. Видите, пута, путать, распутница, да? Берите разные слова, да, да, видите? Путер, да. Отказает, что он отказался от колдовства и пришел к Богу. Хорошо. Законы, законы царства священников, да? Будете дня царства священников, исход 19 глава, и народом святым. 19 глава, 5-6 стих. Вы мой удел. То есть левиты были уделом их храмовое служение, но все вы, евреи, были уделы, уделом Божьим. Слово удел употреблено в слове сигала, что означает собственность, судьба, часть. То есть наша судьба и наша участь быть с кем? С Богом, потому что мы его удел. Слово святой означает кадош, а корень какой? Кад. Кад. Кад это сосуд. И русское слово говорит то же самое, да? Кадушка, катка. Кадушка, да? То есть маленькая катка. Сосуд отделяет чистое содержимое от нечистоты этого мира. И так и мы должны быть отделенными для Бога, да? От всего этого мира. Отделены для Бога. То есть сосуды назывались сосудами чести, которые были особо образом освещены и не использовались для чего-то другого. Например, для пьянки, как использовал царь один. И он получил сразу же поражение из-за этого. И сосуды должны быть чистыми, а не такие, как у Ниахи и Федоры, которые в посуду бегала, где хотела, да? Помните? Нет. Сосуд исполняет функцию только когда находится в руках хозяина. Только хозяин волен использовать ее по назначению для освещения имени Всевышнего на Сэдере или в качестве ночного горшка. Да? Шейзенкебель. Ну, кто идешь, знает. Немецкий я не буду переводить. Потом еще повторю. Хорошо. Быть царь со священником – это быть особым, иметь особую святость. Потому что царь, он не просто священник, да, но царь освящает за что? За весь народ. И если согрешает царь, да, то кто? Весь народ страдает. Если согрешает, первое, священник, что страдает? Весь народ. И если мы царственное священство, то мы, оказывается, отвечаем не просто за евреев или за народ Израиля, или за церковь свою. Мы отвечаем, что за весь мир, за весь мир, за всех людей, верующих и неверующих. Ответственность на них лежит на нас. И самая главная коренная кульминационная часть – это 19 и 20 главы. Праздник – это что? Помните? Заключение договора. Заключение Божьего договора. И когда это на какой праздник произошло? На праздник Шавуот. На фашист Шавуот. И мы говорим, что это праздник Матанат Тара. Праздник дарования Торы. Очень интересно, что в русской традиции этот праздник называется Троица. Знаете? Пятидесятница или Троица. Но у евреев тоже есть понимание Троицы. «Сказал один житель Галиэи, Раби Хазда, благословен Всевышний, который дал Тройственную Тору, Тройственному народу через третьего, в третий день и в третий месяц». Так написано в Талмуде, трактате «Шаббат». Тройственная Тора – это Тора, Пророки и Писание. Тройственный народ – Кагены, Левиты, Исраилиты. Пишите, пишите. Думаете, что вам текст не придется писать? Вот я по этому и говорю. А Троица, да? А Троица – это нахрен. Через третьего. Значает Маше, который был третьим ребенком. Третий день после трех дней освящения. И третий месяц – это месяц Сиван, если начинать так считать. Хорошо. Значит, видите, Троицев – наиболее устойчивая фигура, треугольник. Является тройка. Эквивалентна множеству. Она может сигнализировать число, скопление. Тройка означает исполнение. Часто тройка воспринимается как знак удачи, как мы знаем. Тройка, семерка и туз. Тройственное благословение когенов, когда когены благословляют. Благословит тебя, Господь, сохранит тебя. Дальше второе благословение. Да, да, призрит Господь светлым лицом своим, помилует тебя, да, да, обратил лицом свое до тебя, Господь, и даст тебе мир. Это третье. То есть, тройственное. И в три – это развитие. Это три – это развитие. Видите, один – это стабильность. Два – это прямая линия, да. Три – это развитие. Это также символ конфликта, видите, в сексуальном даже смысле. Любовный треугольник и так далее. В алхимии используются три принципа. Сера – ртуть и соль, которые символизируют дух, душу и тело. Пифагор считал тройку числом гармонии, а Аристотель – законченности. Ряда есть число целого, ибо содержит начало, середину и конец. Тройка несет в себе уверенность, силу. Почему подсказана нитка, как скручена? Трое скручено. Муж, жена, но в то же время есть и Господь, как третий член семьи. Тройка – это небесное число, символизирует душу, а четыре символизирует, кстати, тело. В сумме три и четыре дают семь, образуя священную семерку. А их преимножение дает число двенадцать. Тоже важное число. Сила трех универсальна, олицетворяет трехчастную природу мира, а также человек – до тела, душа и дух. Рождение, жизнь, смерть. Начало, середина, конец. Прошлое, настоящее, будущее. Три – это самое меньшее количество, составляющее родовую общину или маленькое племя. Три – это наименьшее количество людей, которые имело право принимать какое-либо значительное решение. Например, триумфират в Древнем Риме. И даже коммунисты пользовались этим. Сколько судей? Тройки. Откуда они взяли? Совершенно верно, из еврейской традиции. Из еврейской традиции. Потому что вот те самые дела, которые на местных судах исследовались, должны было сколько быть судей? Три. Двое могут сговориться. А три, видите, это как? Либо да, либо нет. Воздержавшихся не было. Значит, либо два согласных, либо два противных. Тут уже точно нельзя сказать. И три единства Бога. Для христиан – это Отец, Сын и Дух Святой. Для ортодоксальных иудеев – тоже три божественные существа. Это вы должны записать. Отец Небесный – это Авину или Авину Шебашамаем. Второе – это Слово или Тора или Мемра, то есть Божественное Откровение. И третье – это Шехина или Божественное Присутствие. В равеннистической позиции второе слово – это также что? Метатрон. Ангел лица Господня. Хорошо. Итак, сколько? Атец, да? Авину Шебашамаем, Слово или Тора или Мемра, и Шехина или Божье Присутствие. Они составляют какую троицу? Еврейскую троицу. И понимание о троичности мира, и понимание о троичности Бога, да? Где записано? В Кабале, потому что Талмуд подвергался неоднократной редакции. А в Кабале, я еще раз не сторонник говорю Кабалы, да? Но есть там некоторые интересные вещи. Там четко говорится о троичности Бога. Мы видим три патриарха – Авраам, Исаак и Иаков. И так далее. То есть три – это наиболее часто встречающееся число в Библии или в Евангелии. Хорошо. Вот что писал Раби Шиман Бар-Яхай. Его приписывается книга «Загар». Раби Шиман Бар-Яхай примерно в те времена жил, когда Бар-Кохба был. И случилось после восстания Бар-Кохбы, что еврейских раненого начали убивать, да? Он находился в пещере, и там сидел несколько лет, и детское месяце, в общем, Бог ему давал определенное откровение, которое он записал. Вот что писал Шиман Бар-Яхай. Тайну слова «Яхавы» или «Бог» состоит в три части, существующие самостоятельно, однако они одно, и так соединены, что ни одна из них не может быть отделена от других. Шиман Бар-Яхав утверждал также, «Бог есть свет в его троичности, в единстве, древней, святой, явленной, с тремя началами, главами, а как бы глава или начало по-гречески и по-стась, да? С тремя и по-стась, можно перевести на греческий язык, соединены в одно. И это начало произнесено трижды. Где это начало произнесено трижды? Шма-Израэль, да? Адонай-Лагейну, Адонай-Эхат. Вот это Адонай-Лагейду, Адонай-Эхат нужно произносить на одном дыхании, потому что Адонай-Раз, Лагейну-Два, Адонай, но здесь употреблено, вы знаете, место, надо Яхавы, да? И он что? Эхат. Эхат. И Бару-Яхат говорил так, что здесь мы можем видеть три сущности. Господь Бог наш, да? И Господь, который является одним. Где это? Молитва Шма-Израэль, Таразаконие, да? Шестая глава, четвертый стих. И все это является одним. И это указывается одним голосом. Вознаменование, понимание этого самого совершенного единства, того, который бесконечен, ибо все три Адонай-Лагейну и Адонай читаются одним голосом. И это есть три первоначальные ветви. То есть мы говорим, что троичность Бога, да? Это что? Заложено в самой идее иудаизма. Мы сейчас не будем разбирать. Есть много мест, которые указывают на это. И когда говорится о ангеле лица Господне, или ангеле Божьем, который имеет право принимать решение, принимать поклонение и действовать от имени Бога, то, скорее всего, мы о ком думаем? Аишуа, да? Или, как говорят, метатрон. И слово метатрон соответствует числовому значению имени Шаддай, то есть имени Всемогущего. Так говорит Раше. Имя моё в нём означает, мы с ним имеем одинаковое имя. Когда говорится, вот я посылаю перед тобой ангела моего, храни тебя на пути, и так далее, и слушайся голоса его, не упорствуй против него. Ибо имя моё в нём, исход 23 глава, с 20 по 21 стих. И здесь говорится о ком? Яшуа, Мессии. Хорошо. Делаем перерыв.